Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат. Сегодня мы с вами разбираем судьбоносный вопрос, который волнует, как я поняла, очень многих. Это как выбрать столешницу. То, о чем я сейчас расскажу, основано на моем опыте, на отзывах моих заказчиков и мебельщиков, с которыми я работаю. Но, если у вас есть какой-то свой опыт, которым вы можете поделиться, пишите в комментариях внизу, будем расширять эту базу знаний. Три кита, на которых держится рынок столешниц, это ДСП столешницы, столешницы из акрилового камня и столешницы из кварцевого камня. Поэтому давайте сначала глубоко обсудим именно их, а потом уже перейдем на более оригинальное решение. Первая столешница из ДСП, она же ламинированная ДСП. Она же ЛДСП. Все то же самое. Такие столешницы достаточно подвержены всяким царапинам и повреждениям их внешнего ламинированного слоя. Но при этом они относительно устойчивы к высоким температурам. Но я бы назвала их устойчивыми к высоким температурам. Зависит от производителя, конечно, тоже много. При этом столешницы из ДСП с ламинированным верхом не впитывают никакие жидкости и масла, что безусловно является плюсом для таких столешниц. Но если этот верхний ламинированный слой повреждается каким-то образом, либо у вас остается необработанный край и туда попадает вода, в это повреждение, либо в этот необработанный край, то такая столешница взбухнет и превратится в самый главный кошмар вашей жизни. Если вы выбираете ДСП-столешницу, то лучше всего выбирать нейтральные цвета, которые не привлекают к ДСП внимания и не выдают ДСП за какой-нибудь другой материал, чем оно не является. Например, какой-нибудь итальянский мрамор. Ну, это, во-первых, самообман, а во-вторых, ну это сразу видно, что это подделка. Еще есть один нюанс. ДСП лучше использовать на кухнях ровной конфигурации, чтобы положить сверху единое полотно и не стыковать ДСП с ДСП под углом, например. Потому что тогда очень часто может быть такое, что стык сделают не очень красивым или заметным. Особенно это касается некоторых расцветок. На некоторых расцветках это очень видно, как стыкуются две эти ламинированные поверхности. А еще есть нюанс. Это то, что когда ДСП столешница примыкает к фартуку, технологическую щель очень часто и к страданию многих прикрывают такой треугольной плашечкой, треугольным бортиком, у которого еще, кстати, очень часто бывает сверху и снизу прорезиненная поверхность, в которую, как в кармашек, засовывается вся грязь, попадают все эти нечистоты, попадают остатки еды, моющих средств. В общем, целая коллекция всего того, что вы ели и чем вы мыли. Можно прямо изучать это все. И это, конечно, безусловно, портит внешний вид кухни. Со временем это приобретает какой-то страшный налет, который невозможно очистить и невозможно мыть. И приходится с этим жить и на это смотреть. Это действительно большой минус. Еще один момент, то что на ДСП подходит только накладная раковина, вокруг которой точно так же может образовываться вот этот налет и собираться всякая грязь, что тоже портит внешний вид кухни. Вот. Но ДСП теплый материал. Если для вас это важно. Для многих, кстати, важно, чтобы столешница была холодной. Но если вам нравится, чтобы столешница была теплой, то это у ДСП в избытке. Столешница с ДСП очень теплая. Акриловый камень. Это хитро выдуманное название маркетинговой сказки, которая нам обещает какой-то камень, но никогда в жизни нам его не даст. Потому что акрил это самый настоящий пластик. И ни о каком агломерате, и ни о каком искусственном камне здесь говорить нельзя. Акрил это пластик. Не самый плохой. Кстати, он очень прочный. Но все-таки в отношении него надо говорить акриловый, если хотите, камень, либо акрил. Акриловая столешница. Так будет правильно. Акрил жутко царапается. Даже круче, чем царапается ДСП. При этом, чем темнее будет ваша акриловая столешница, тем больше царапин и коцок вы увидите. Поэтому, если у вас какая-то есть аллергия на царапины, вам нужно сразу выбирать акриловую столешницу посветлее, чтобы меньше видеть эти царапинки. Акриловая столешница очень ударопрочная. И она выдерживает достаточно серьезные удары. Но если вы будете на нее воздействовать какими-то плотными колющими предметами, например, отверткой или чем-то шилом каким-нибудь, на столешнице на поверхности появятся коцки. И вы это увидите. Будут такие маленькие ямочки вмятин. Ну и, конечно, столешница, она может быть ударопрочная, но если вы зададитесь целью и вы вам дал, возьмете топор и начнете ее рубить, столешница расколется. То есть не будет в ней каких-то таких больших повреждений. Она именно колется. Потому что она очень прочная. Но у столешницы, у акрилового камня очень хорошие свойства. Она не впитывает никакие жидкости, никакие масла, ни вино, ни кровь. Не надо кровь. В общем, в этом плане она очень хорошая и устойчивая к воздействию и масел, и пигментов цветовых ничего не впитывает. Это очень классно. Еще один плюс столешницы из акрила, это то, что из этой столешницы можно делать абсолютно невообразимые витиеватости. И можно встроить раковину интегрированную в столешницу без швов и вообще соединять разные большие куски столешниц в один монолитный кусок без швов. И вы вообще не заметите, где там шов. Присоединять ее там дальше к фартуку без швов. И все это будет очень аккуратно, очень гигиенично, между прочим. И очень красиво, на радость хозяйке. И легко в уборке. За счет того, что у всех акриловых столешниц сверху очень толстый слой акрила, вы можете эту акриловую столешницу очень легко отреставрировать. Если, например, вы выбрали вот светлую столешницу, да, подумали, о, светлый акриловый камень, это для меня. И выбрали светлый акрил. Но светлый акриловый камень очень хорошо реагирует на высокие температуры. И если вы, например, поставили на него какую-нибудь горячую раскаленную сковородку или кастрюлю, и ваш акриловый камень светлый матовый какой-нибудь прекрасно пожелтел после встречи с этой кастрюлей и сковородкой, то вы можете аккуратненько все это дело полирнуть. Кстати, царапины вы тоже можете полирнуть. Вы можете пожить с этими царапинами, сказать себе, моя кухня познает жизнь. Она вот такая вот мудрая, познавшая жизнь. У кухни появляется, как это говорят, душа. Когда у нее много царапинок и коцок на столешнице, значит, что она много пережила. Вот, она много пережила, она много познала, вжиг, полирнули ее, и у вас абсолютно новая столешница. Кстати, даже небольшие сколы вы можете вот так вот отреставрировать. И, в принципе, приобретая акриловую столешницу, вы получаете практически столешницу на всю жизнь. Вы можете с ней вот так вот жить, потом полировать, и у вас будет абсолютно новое приятное ощущение. Ну, а стоит акрил дороже, чем ТСП, но дешевле кварцевого камня. Кварцевый агломерат называют искусственным камнем только потому, что он не был создан природой, а был создан рукой человека. Во всем остальном кварцевая столешница превосходит по техническим показателям своих натуральных конкурентов, натуральные камни и камни, которые используются для столешниц. И в основе кварцевого агломерата, кстати, натуральный камень кварц. Кварц очень прочный. Вы будете на нем что-то резать, а он будет стачивать вам, затупливать вам нож. То есть он не поддастся на такие провокации. Он очень ударопрочный. Он очень устойчив к термическому воздействию. Вы можете на нем спокойно оставлять горячий противень. И он также не впитывает никакие цветовые пигменты, не впитывает масла, не впитывает вино, кофе, еще что-то, если вы вдруг на него прольете. Но у кварцевого камня есть недостаток. Это то, что он не гнется в разные стороны, только радиус по плоскости, только обточка. Но если вы стыкуете два кварцевых больших куска, то в кварцевом агломерате можно сделать очень хороший и практически незаметный стык. Это еще один плюс. Но кроме этих трех китов, есть еще столешница из дектона. Это материал, в котором объединился кварцевый агломерат, керамогранит и стекло под одним термопрессом, чтобы создать для вас идеальный, пуленепробиваемый бронетанковый материал для столешницы, который вы сможете использовать у себя на кухне, либо, может быть, даже на войне. Потому что он очень устойчив ко всяким повреждениям. Он гораздо... он еще более устойчив к царапинам, чем кварц. Он еще прочнее всех этих материалов, всех этих наших трех китов. И на нем можно хоть граффити рисовать каждый день. Я видела краш-тесты, где на нем рисуют граффити и быстренько стирают. И он вообще ничего не впитывает. Он не впитывает ни пигменты, ни масла. Все, все вот просто отразил. При этом, конечно, если задаться целью, наверное, его можно теоретически расколоть и разбить. Если прям, наверное, шурануть по нему чем-нибудь вроде наковальни. Ну, я думаю, среди вас мало таких желающих. Но все-таки можете посмотреть краш-тесты. Очень классный материал. И он дороже, чем кварц. Еще дороже. И да, помимо плюсов, он, кстати, еще перенял от кварца ограниченные возможности по обработке. То есть его тоже нельзя гнуть во все стороны, как, например, можно делать это с акрилом. Нержавеющая сталь. Материал очень гигиеничный. И пришел он к нам из профессиональных кухонь, где все, конечно же, повернуты на этой самой гигиеничности. И в этом плане столешница из нержавеющей стали идеальный вариант. Она не впитывает в себя никакие масла, не впитывает в себя жидкости. Там никак не могут туда проникнуть никакие пигменты и бактерии. Все очень хорошо удаляется и очищается. В этом у столешницы несомненный плюс. Ну, а столешница из металла очень сильно царапается. Просто невыносимо сильно. На третий день она уже у вас будет вся исцарапанная. И для кого-то это может стать большой проблемой. Для кого-то, конечно, это может стать особым шиком и шармом, который придает вот эту металлическую царапанную столешницу кухне. Но для некоторых это действительно может стать проблемой и страданием. Потому что это может стать лишним поводом для беспокойства. Еще лично для меня столешница из металла имеет такой минус, как мерзкий звук. Когда к ней прикасаешься, например, каким-нибудь металлическим предметом. Или когда к ней прикасаешься стеклом, не обработанной керамикой. Там, например, дно у чашки может быть такой шероховатое. Вот если так провести, вы уже в своем воображении можете представить себе этот звук. Он действительно достаточно неприятный и может раздражать. А в предстолете такие звуки будут сопровождать ваш день каждый день. Каждый день вы будете их слышать утром, вечером и, может быть, в середине дня. Поэтому думайте, насколько вы чувствительны к таким вот нюансам. Но нельзя не учитывать тот факт, что, конечно, столешница из металла, из нержавеющей стали создает какое-то особое чарующее ощущение на кухне. И можно себе такую столешницу поставить, чтобы каждый день обалдевать от экстравагантности происходящего. Потому что действительно атмосфера будет необыкновенная на кухне. Самый капризный материал для столешницы, но, наверное, самый обаятельный и уютный, это дерево. Деревянные столешницы делают из твердых пород древесины. И чаще всего это может быть лиственница, ольха, бук, иногда тик. В общем, ассортимент может быть достаточно широкий и большой. Есть из чего выбрать. Но прежде чем попасть на вашу кухню, деревянную столешницу обязательно подвергают обработке. Это не только фрезеровка, это обработка специальными защитными веществами. И специальные защитные масла, и воск, и другие средства защиты от нашествия каких-нибудь паразитов. И от ваших варварских действий. Потому что если ставить на такую деревянную столешницу раскаленные противни, если постоянно проливать на нее вино, если постоянно проливать кофе, или что там еще, проливать борщи, то такая столешница обязательно все запомнит. Каждое ваше варварское действие она в себя впитает и будет напоминать вам об этом каждый день. Но пока вы не возьмете себя в руки и не захотите отреставрировать вашу столешницу, потому что деревянную столешницу можно отреставрировать, полирнуть верхний слой и заново ее обработать защитными средствами. Кстати, желательно бы деревянную столешницу обрабатывать раз так в месяц, два, в три новыми защитными средствами, чтобы сохранить вот этот ее защитный слой, который более-менее хотя бы сдерживает ее от ваших вандальных действий. Ну, может быть не вандальных, может быть случайных. Да, случайных действий. И еще у дерева есть очень классное свойство. Это то, что дерево это натуральный материал. И он с возрастом видоизменяется, немножко темнеет. И вот этот процесс старения дерева называется благородное старение. Вот так вот он благородно стареет, этот материал. И вы можете, как мудрый созерцатель, наблюдать вот этот процесс. И он, конечно, придает кухне особый шарм. Кстати, если вы хотите недорогую, но сердитую деревянную столешницу, обратите внимание на российскую лиственницу. Потому что это одна из самых доступных древесин, которые есть на нашем рынке. Но при этом у нее очень хорошие характеристики. Она очень устойчива к механическим воздействиям. И практически не поддается гниению. Столешница из бетона. Это еще один новомодный материал для любителей брутальных фактур. И столешницы из бетона совершенно недавно ворвались в нашу жизнь. И вроде бы это очень оригинальный, очень интересный, очень прочный материал. Он очень устойчив сам по себе ко многим повреждениям. Но есть один неоспоримый минус. У столешницы из бетона пористая структура. И внутрь этих пор может попасть бактерии, может попасть остатки пищи, напитков, цветовые пигменты. И там дальше уже что-то там происходить с ними со временем. В общем, это не самый лучший вариант. Поэтому производители бетонных столешниц покрывают их сверху полимерным покрытием специальным. И вот это полимерное покрытие, в нем тоже есть камень преткновения. Потому что это полимерное покрытие, оно достаточно хрупкое. И вы в принципе можете его вот так вот стереть. Или, например, если будете резать по нему что-нибудь ножом, какие-нибудь салаты, то вы можете гипотетически съесть все это полимерное покрытие вместе с салатом. Что, конечно же, является минусом для такой столешницы. Но смотрится она действительно уникально и очень-очень оригинально. Натуральный камень для столешницы, конечно, очень красив. Но если вы завели себе дома столешницу из натурального камня, то ухаживать вам за ней нужно как за хомячком. Потому что натуральный камень нужно обязательно пропитывать специальными пропитками, защитными средствами, чтобы предотвратить попадание внутрь пор натурального камня. У натурального камня всегда есть поры. Всяких там пигментов, масел и бактерий. И дополнительно с течением времени такую пропитку, конечно, нужно обязательно повторять. Пользоваться натуральным камнем, конечно, очень приятно. Потому что вот вы только представьте, натуральный камень, вот этот камень, гранит или мрамор, он миллионы лет ждал именно вас. Ждал, пока вымрут динозавры. Пока появятся обезьяны. Пока обезьяны начнут соображать. Что-нибудь начнут строить. Какие-нибудь пирамиды, дома. Пока пройдут все войны. Пока появитесь на этот свет вы. И захотите себе столешницу из натурального камня. Вот он переживет все эти события. И дождет с того момента, когда вы установите его себе на столешницу. Представляете, какая история. Это же очень приятно. И, конечно, ради такого, наверное, можно многое камню простить. Это интересное, приятное чувство. Что хорошо в натуральном камне, так это то, что каждый слэм будет уникальный. При этом самый популярный выбор для столешницы из натурального камня, это мрамор и гранит. Хотя у мрамора есть разные виды. Ну, в целом, наверное, в целом, мрамор более красивый камень, чем гранит. Но он, кстати, более чувствительный хрупкий. А вот гранит, он более прочный. Но, наверное, чуть менее красивый. Хотя, лично я с ума схожу от переливов лабородорита. Поэтому, конечно, очень многое тут зависит от того, какой камень и из какой страны вы выберете. Это важный фактор. Любое обсуждение гранитной столешницы всегда увенчано вопросом, а фонит ли гранит радиации. Но по своим эксплуатационным свойствам гранит, конечно, очень хорош. Он очень устойчив к механическим воздействиям. На нем даже можно резать без доски. Он устойчив к воде. Он устойчив даже к некоторым видам бытовой химии. И у него очень приятная такая прохлада. Более того, он дает возможность делать необычную какую-нибудь резную кромку. Ну, кстати, мрамор тоже дает такую возможность. И вы можете, например, очень органично вписать такую столешницу в какой-нибудь околоклассический стиль. Это будет дополнительным штрихом, дополнительной приятной деталью. Моя подруга лучшая, профессиональный повар. И вот она себе домой мечтает именно гранитную столешницу. Говорит, что это самое лучшее, что только может быть. Но вы должны помнить, когда вы стыкуете, например, на углу две плиты, гранитные или каменные, из другого камня, из мрамора или еще из чего-то. Когда вы их стыкуете, у вас все равно будет заметен стык, потому что невозможно практически никогда вырезать какой-то такой углом камень. Его всегда нужно будет стыковать, проклеивать, и вы увидите вот этот вот стык. Он, конечно, будет, возможно, мало заметен и хорошо проклеен, но все-таки он будет не так, как у акрилового камня. Еще есть столешница из плитки, но зачем оно вам надо? Потому что за этими швами нужно так сильно ухаживать. Лучше эту энергию направить на заботу о детях, о домашних животных, о родных и близких, чем на заботу на ухаживание за этими швами и за вечным их прочищением и вычищением от всякой грязи. Это абсолютно несовременное решение, и такие столешницы, они, ну, всегда немножко простят интерьер, скажем так. И не во всей стиле, практически мало вот современных стилей, куда они подходят. Современных стилей таких нет, куда они подходят. Есть несовременные стили, куда они подходят. Но есть широкоформатные керамические столешницы, и вот это уже совершенно другой разговор. И вот они уже, конечно, очень прочные, очень гигиеничные, очень устойчивы к механическим воздействиям, устойчивы к пигментам, к влаге, к маслам. И они настолько крутые, что туда даже можно встроить индукционную варочную панель и вообще ничего не замечать, вообще наслаждаться красотой. Это вот, вот это действительно современное решение, и это совершенно уже другой подход. И вот широкоформатные керамические столешницы уже можно для себя рассматривать. Хотя, конечно, они стоят уже совершенно других денег. Еще есть столешницы из закаленного стекла. Они хорошо моются, не впитывают никакие запахи, никакие жидкости, цветовые пигменты. К этому они устойчивы. Еще они устойчивы к высоким температурам. То есть, в принципе, на них можно класть какой-нибудь закаленный, раскаленный противень из духовки. Но при этом они достаточно быстро царапаются, и они достаточно легко, ну, не легко, ну, относительно легко могут повредиться от удара каким-нибудь большим предметом. И реставрации, кстати, они совершенно не подлежат. При этом стоят, ну, достаточно дорого. Более того, у них есть еще один недостаток, который, мне кажется, очень значим для тонко слышащих музыкантов. Это звук. Они достаточно неприятно звенят, если на них поставить какой-нибудь металлический нож, например, или какую-нибудь стеклянную чашку. Вы можете услышать этот звук, вспомнить его и предположить, готовы вы слушать этот звук каждый день или нет. Это тоже важный фактор. И если у вас что-то иначе и как-то отличается от того, что я сказала в этом видео, то вы обязательно должны помнить, что со скоростью нашей расширяющейся вселенной производители столешницы расширяют свои ассортиментные линейки и предлагают вам продукцию в разном качестве, в разных ценовых сегментах. Поэтому, конечно, технические характеристики у разных столешниц одного и того же типа могут быть отличными. Ну, то есть разными. Поэтому мне очень важно ваше мнение, и я с удовольствием почитаю в комментариях, как ваша столешница изменила вашу жизнь и повлияла на вас. Вы можете что-то порекомендовать другим женщинам или мужчинам. То, что вы, например, любите, то, что вам понравилось среди столешниц. Какая, на ваш взгляд, столешница самая лучшая, исходя из вашего опыта. И какую, например, вы бы никогда в жизни не порекомендовали, потому что вы пожили уже с этой столешницей и настрадались. И вы сделаете всем хорошо, если посоветуете не покупать такую столешницу и расскажете более подробно о ее технических свойствах. Спасибо вам большое за просмотр! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Вот все мои соцсети. Подписывайтесь на них, меня там легко найти. И до новых встреч! Всем дизайн!